Мосты Петербурга по праву можно считать визитной карточкой города. Ежегодно они притягивают туристов из разных уголков не только России, но и всего мира. Сначала в навигации именно они становятся центром притяжения. В Петербурге разводят 12 мостов, и со стороны может показаться, что все они работают по единому и слаженному принципу. И если слаженность действительно становится общим делом, то с механизмами дела обстоят по-другому. Каждый мост уникален, и дело здесь не в архитектурных особенностях. Скрытый от посторонних глаз механизм, точнее сердце моста, и делает его уникальным. За точным сердцебиением стоят люди, которые ежедневно видят мост с непривычной для петербуржцев стороны. Мы находимся сейчас непосредственно под мостом. Слева от нас ось вращения. Выше над нами саморозводное крыло. Когда мы поднимаемся, вот это все, что находится правее меня, поднимается вверх, и открывается прекрасная панорама на небу и Эрмитазу. Правда, оценить прекрасную панораму механики дворцового моста могут только после тщательной подготовки, которая стартует за 4 часа до развода. Рабочий день у сотрудников начинается в 9 часов вечера. В смене на каждом мосту работает 4 человека. Сегодня главный мост города оснащен камерами и датчиками, которые в считанные секунды позволяют оценить давление в гидроцилиндрах, а также следить за положением моста. Ежедневно механики также отслеживают исправность во всех технических помещениях, скрытых от посторонних глаз. Мост, в принципе, готов к разводке, за исключением перекрытия движения. После перекрытия движения включаем заградительную сигнализацию. После этого уже непосредственно начинается операция развода. И первая операция – это подъем противовеса. Вторая – отвод опорных стоек. Далее сотрудники опускают противовес, и мост становится на подшипнике. После этого основная операция – развод моста или подъем крыльев. Оценить этот этап уже может каждый зритель. С 2013 года у дворцового моста появился новый гидравлический механизм. Сердце забилось с новыми техническими параметрами, что, с одной стороны, упростило работу, отмечают сотрудники, а с другой – сделало ее более ответственной. Механизмы были уже достаточно изношены, происходили шаварийные ситуации, ломались шестреньи, коррозия была очень сильная в механизмах. Поэтому пришло время, и детище профессора Пшеницкого завода, Калужских заводов, которые строили дворцовый мост, пришло уже к моменту ремонта. И после этого был мост электромеханический, переоборонен на гидравлику, гидравлический. Но гидравлика, конечно, удобнее, перспективнее. Весь мир уже во всех вещах переходит на гидравлику. Справляться с сотрудниками приходится и с нештатными ситуациями. За время работы моста таких ситуаций накопилось, пожалуй, на отдельный сборник. В прошлом году, в августе, была ситуация, что буквально за три минуты до разводки у нас резался пароход «Скрябин». Мы доложили диспетчеру об этой ситуации. Диспетчеру, ну, посмотрите по обстановке. Мы приняли решение, капитану сказали, прибавляя обороты, и стали потихоньку поднимать мост, дублируя ситуацию, что в случае, если пойдет нештатная ситуация, чтобы сразу же остановить. Ну, корабль выскочил, люди даже не успели понять, что практически за две минуты. Подобные ситуации надо решать оперативно. И тут работа слаженной команды будет определенно выигрышем. Если авария, у нас здесь система дублированная. То есть, есть запасной контур, аварийная, разводка. То есть, разведемся практически в любом случае. И поэтому есть время на заказ, на ремонт оборотов. Вообще, дворцовый мост архитектурно и технически, скажем, самый сложный. Он как был изначально, потому что у него очень такая сложная система. Четыре операции, как я вам говорю. Как на старом мосту было, так и остались системы старую. Разводка, то есть поднятие противовеса, расклинка, отвод стоек, и после этого опускают противовесы и подъем. То есть, она осталась самой сложной. Однако, говорить о том, на каком мосту работать сложнее или престижнее, сотрудники единогласно отказываются. Считают это дурным тоном. Все же, каждый мост уникален. Подготовка к разводу моста Александра Невского также начинается задолго до положенного по графику времени. Проверка исправности всех механизмов, судоходной сигнализации, запуск электродвигателей стартует за 4-5 часов до назначенного времени. Проверка идет и вне сезона. Зимой исправность механизмов находится под постоянным контролем. Каждую смену, каждый день нужно просматривать эти механизмы, которые записаны в график техобслуживания. Здесь хозяйство очень большое. Вроде бы, как бы, сказать, ну, мост, ну, что здесь находится? Здесь в каждом помещении какое-то оборудование находится. Хотя бы даже вот электролампочки, да, заключатель стоит. Это самое простое, что доступно для каждого человека. Их тоже нужно просмотреть. Механизм моста Александра Невского меняли 16 лет назад. И в отличие от Дворцова, внешние комплектующие остались родными. Заменили трубопроводы, управляющий механизм. Ревизию прошли насосные установки, двигатели и гидроцилиндры. Почищено, покрашено было. Очень хорошо переоборудовано. Стало просторно в машинных отделениях. У нас их 4 машинных отделения. Как-то посвежее. Реставрацию одного из двигателей делали здесь же на мосту. Механизмы чугунные, по словам механиков, без лишнего вмешательства смогут проработать еще лет 100. Это разводка. Там включается лвачок, поступает сигнал туда, поступает сигнал туда, и мост пошел уже вверх. Давление пошло в одну полость. При наводке запускается этот, включается, и, соответственно, все в болотном порядке. Сегодня мост разводится за 4 минуты. Как только механизм разведен, сотрудники подчиняются диспетчеру речного флота. Именно он координирует работу. По команде речного флота и сводят мосты. В 2.20 мы должны обязательно перекрыть движение, и в 2.30 мы должны дать разрешение на пропуск судов. В 2.20 поступает сигнал на пульт диспетчера о готовности моста к разводке. Параллельно идет сигнал в интернет. На сайте моста Треста можно увидеть, разведен мост или нет. Стандартная разводка, которая указана в графике, также меняется онлайн. Если необходимости держать мост разведенным нет, то его сводят. Нажатием кнопочки происходит действие, и начинают релиз двигаться. Самыми оснащенными по праву можно считать Дворцовый и Благовещенский мосты, ну и, конечно, Тучков, который совсем недавно открылся после реконструкции. И уже его в случае неисправности отремонтировать одной отверткой будет сложно. Последние технологии позволяют привести в действие мост одной кнопкой. Но чтобы ежедневно в период навигации не разводились по команде, за каждым закреплена профессиональная команда механиков. Именно благодаря им из года в год петербуржцы и гости города могут наслаждаться романтикой петербургских мостов. Субтитры создавал DimaTorzok